Девушки отдыхают Девушки отдыхают Освободился из мест лишения свободы и через месяц снова отправился за решетку. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 29-летнему Денису Дворяшину. Уроженца Самары обвинили в жестоком убийстве молодой девушки в Нижнекамске в сентябре минувшего года. По версии стражи порядка, на такой шаг обвиняемый пошел из-за жажды наживы. Обо всем по порядку расскажет Айрат Назипов. На последнем судебном заседании Денис Дворяшин вел себя по-разному. При видео-видеокамер он начал поясничать, а чуть позже и вовсе пытался спрятать лицо. По материалам уголовного дела именно этот молодой человек причастен к убийству 23-летней жительницы Нижнекамска. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-расследственных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец города Самары. Следственное было установлено, что незадолго до совершения преступления он освободился из мест лишения свободы, где было наказание за совершение ряда тяжких преступлений. Имея за плечами такие преступления, как разбойное нападение и грабеж, Денис Дворяшин приехал на заработки в Нижнекамск. Там, по версии следствия, он познакомился со своей будущей жертвой, молодой девушкой, у которой впоследствии гостил несколько часов. Спустя время она снова пустила молодого человека к себе. По всем отзывам соседей, знакомых и родных, она была очень скромная, немножко замкнутая. Думаю, что она проявила в этом случае легкомиссию, и вот за это была наказана. И он похитил тайком, обвиняется во всяком случае в хищении ювелирных изделий на сумму около 100 тысяч рублей. А в дальнейшем, понимая, что на него пойдет подозрение, он решил убить девушку. Как установили следователи, вооружившись ножом, нетрезвый Дворяшин нанес ей несколько ударов в шею, а уходя из квартиры, открыл газовые конфорки в надежде, что взрыв и пожар сотрут следы преступления. Но их закрыла мама девушки, которая в скором времени вернулась домой. От полученных травм девушка скончалась. Самого же подозреваемого задержали спустя два дня. Он направлялся обратно в Самарскую область. При себе у него обнаружили большую часть похищенного. Остальное успел сдать в ломбард. Свою вину он признал частично. Выслушав мнение всех сторон, суд приговорил Дениса Дворяшина к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый должен выплатить потерпевшей стороне полтора миллиона рублей. Айрат Назив, Фазад Смегулин, вызов 112. За убийство осудили и 22-летнего казанца. Напомним, трагедия произошла 4 сентября прошлого года на берегу озера Чебокса. По материалам уголовного дела, в тот день подсудимый отдыхал вместе с компанией. В какой-то момент между ним и бывшим сожителем его тети возник конфликт. В полуссоры парень схватил кирпич и ударил им по голове потерпевшего. От полученных травм бывший сожитель родственницы потерял сознание. После этого молодой человек решил скрыть свое преступление и выбросил тело в озеро. После задержания он отмечал, что причиной конфликта стали отношения между его тетей и погибшим. Якобы последнее долгое время преследовал женщину и ее ребенка. В какой-то момент он стал угрожать бывшей сожительнице расправой. Испугавшись, женщина обратилась к племяннику за помощью. Подсудимый свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Внимание, розыск! Полицейские Казани ищут двоих грабителей, вырвавших сумку из рук пенсионерки. Все произошло еще 27 декабря на железнодорожной станции «Высокая гора». По версии стражей порядка, в полдень двое мужчин вырвали из рук 81-летней пенсионерке сумку, в которой находились кошелек, и 2700 рублей продукта питания на сумму 163 рубля. По данному факту возбуждено дело по статье «Грабеж». В совершении данного преступления подозревается 31-летний мужчина. Все, кто пострадал от действий этого человека, полицейские просят обращаться по телефонам, указанным на экранах. Рено Логан и Лада Приора столкнулись на улице Родина. По предварительной версии водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра. Начал выезжать с парковки одного из торговых центров. В этот момент со стороны улицы Ломжинская в сторону улицы Родина направлялся отечественный автомобиль, который обгонял автобус. Именно поэтому, считая от водителя иномарки, он не заметил его и протаранил. От каких-либо комментариев второй участник аварии отказался. В результате ДТП сильно пострадала левая передняя часть Рено и правая передняя часть Лады. Сами же водители отделались легким испугом. Решить вопрос миром стороны не смогли и остались дожидаться сотрудников автоинспекции. Нижнекамские автоинспекторы задержали автомобильных воров. Сообщением о краже в полицию обратилась 36-летняя жительница Нижнекамска. Она сообщила, что неизвестные похитили из ее Нивы автомагнитолу, колонки и зеркало заднего вида. Ущерб женщина оценила в 35 тысяч рублей. Вскоре по горячим следам предполагаемых злоумышленников задержали сотрудники ГИБДД. Ими оказались молодые люди в возрасте 18-19 лет, у которых полицейские изъяли все похищенные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. В центре Казани на глазах у автомобилистов упал светофор. На записи с видеорегистратора видно, как поток машин остановился на улице Бутлерова рядом с торговым центром. От сильного ветра светофор начал раскачиваться, а затем сорвался с креплений и упал на асфальт. Закладчику наркотических средств в набережных Челнах сегодня вынесли приговор. По версии следствия, 36-летний мужчина занимался сбытом запрещенных веществ бесконтактным способом в различных частях города. Поставщика зелья, как сознался подсудимый, он нашел в интернете. Однако поставить бизнес на поток Челнинцу не удалось. Спустя неделю преступной деятельности его задержали. Сергей Хайдаров знает, чем обернулась для него жажда легких криминальных денег. На скамье подсудимых Данис Гесматуллин. Под стражей он находится почти три месяца. По версии следствия, 17 ноября минувшего года подсудимый через интернет-магазин вышел на поставщика наркотиков. За говоренную сумму Гесматуллин согласился заниматься закладкой запрещенных веществ. Я раскаиваюсь. На момент совершения преступления я думал, что я совершаю столь тяжелые преступления. Сейчас я это осознал. Надеюсь, суд примет во внимание мое раскаяние. В течение нескольких дней Данис Гесматуллин раскладывал товар по тайникам в районе Замеликесия и на улице Авторемонтной. А уже 23 ноября его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Гесматуллин был задержан сотрудником полиции, который в ходе личного досмотра, а также досмотра автомашина, на который Гесматуллин передвигался, обнаружили землю наркотического средства. Масса не менее 73,47 соты грамм, что является крупным размером. Подсудимый проходил по нескольким уголовным статьям. За сбыт наркотиков в крупном размере и приготовление к преступлению мужчине грозило в общей сложности до 20 лет лишения свободы. Однако суд учел отсутствие у Гесматуллина судимости, его раскаяния, трудное материальное положение на момент совершения преступления и ряд хронических заболеваний. В соответствии с частью 30,69 уголовного поиска оперативно-розыскных мероприятий путем частичного сложения наказания. Окончательное наказание назначено Гесматуллиным в виде лишения свободы с родом на 11 лет с одновременным наказанием справедливости и колонии с родом на 12 лет. У Даниса Гесматуллина есть 10 дней на то, чтобы обжаловать приговор. Сергей Хайдаров, Ландыш Капранова, Ильнар Мустафин. Вызов 112. Недальновидный грабитель, идеальный побег свиньи и атакующая крыса. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Так хотел убежать с добычи, что забыл о мерах предосторожности. Работники автозаправочной станции заперли грабителя в магазине. Тот, впрочем, этого не заметил и продолжил набирать товары. А с запертой двери узнал лишь с полными сумками на руках. Чтобы выбраться на свободу, молодой человек использовал огнетушитель. В итоге он потерял так много времени, что был пойман прямо у входа. А эта свинья в поисках свободы оказалась более удачливой. Поросенок выпрыгнул из багажника автомобиля прямо на ходу. Водитель этого не заметил и умчался вдаль. Очевидец происшествия помог выбраться пленнику из мешка и отнес его на обочину. Что стало со свинью, неизвестно. Эта крыса охотилась за покупателями торгового центра на экскалаторе. Люди, не ожидающие такой подставы, буквально убегали прочь от маленького агрессора. Напугав последнюю жертву, крыса поспешила скрыться вглубь торгового центра. Судя по всему, она продолжила искать приключения. Динара Камалова, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-5050 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.